Если, как бы, сейчас, понятно, уже давить будут на меня, пытаться как-то сбросить, ну, тогда уже из этого буду исходить. Конечно. Но я знаю все статьи. Я вам написал, почему такие люди, такие, таких преследуют. Он, очевидно, уже все заработал свое, а вытащистые, ну, не ведьми наварим, а не влилось, и поэтому такое отношение может быть. Тут еще это такое дело, он понимает, что он на кончике иглы висит, и все его звания, звезды, полетят в одну секунду, а ты не взимый, как сибирский медведь. И все. Так мне, мне сейчас работать в несколько раз легче, потому что мне, я теперь, ну, мне не надо подстраиваться. Ну, да. Я работаю, как работаю. Да. Вот, хорошо. Так, на этого, так, на Игнатова-то, Сергея Егоровича, никто не вышел? Все, по всем каналам ему сбросили, по всем, но нигде нет, никакого ответа нету. А насколько достоверно, что говорят, Угледар уже высищен? Вот вчера, я знаю, что вчера, позавчера было, что наши войска обошли его, окружили, и пошли дальше, и, соответственно, наверное, вчера его уже зачищали, я думаю, так. Как жалко-то, я ему даже написал, что... Ну, информации, на информацию такой еще пока не поступало. Ну, если дальше не будет, там я адрес его мне написал, там в конце написано-то, потом по адресу надо расспрашивать и вызванивать все-таки, живой он или нет. Жалко, конечно. Он сколько лет приезжал, у меня был здесь. Да. Ну, вот так... А, Игнат Ильич, почему я заметил такую вещь? Вот, перед тем, как человек отпадет, часто бывало так, что какой-то небольшой конфликт у него с вами наступал. Допустим, вы тогда... Он себе сделал маску от москитов, от комаров. Помните? Да, конечно. И в лесу вы работали, и там какой-то небольшой конфликт. Ну, то есть, он вышел из-за этого. Ну, я сказал, что деревья падают, у тебя на глазах она вот сколько козырек закрывает. Там нельзя делать этого, никак. Ты пока голову поднимаешь, она тебе уже шарахнет. Я для него это говорил-то. Нам зачем эту тюрьму зарабатывать-то? И он было возник, но потом, говорит, когда уже уехал, тогда я понял, что я неправильно, говорит, поступил. А это такое, я вот смотрю, которое по разным причинам бывает. Человек был близко и ушел. Обязательно. Или боялся, что его снимают. Он хотел, чтобы не снимали у нас ничего на собрании нигде. Таится. Но раз... Первое, это что человек таится. Бунтует, таится и бегство. Вот так. Это почти всегда. Вот я заметил, это вот тройной шаг у него. Вот сначала он где-то прячется. Бывает, еще тут они перемежаются, да. А потом начинают бунтовать и исчезают. Или, наоборот, сначала бунтует, прячется, а результат тоже самый. И обязательно они до этого, вот, если человек еще здесь, я вижу, что неладно у него. Он с кем-то шушухается, куда-то в кочегарку заходит. Ведь я уже знаю, этих людей не будет. Они избегают встречи, и потом их выметает Господь. Как будто никогда не было. И уходят бесследно. Редко-редко, который там, ну, вышло за неверующих, а теперь детей крестить надо. Она знает, как правильно. Она еще к нам приезжает и крестит. Вот так дело там стоит. Это почти всегда. Начинает человек высокоумничать. У нас были такие шептуны там за углами. Увидели на фотографии патриарха Алексея Второго с Лавром, митрополитом зарубежной церкви, сидят за столом. Ничего там нету. Забунтовали ужасно как. И к старобрядцам свалились. А там сразу на кулаки. Там одно слово скажи тебе во двор и промолотят. Вот и все. Они это сами понимают. И заглохли, больше нигде нету. Но сидят, затаились. Злоба-то в них осталась. Покаяния-то нету. Они тут разносили всякие молвы. Пытались против. Я подал в суд. И они в суду, да нет, это счастное мнение там. Ну, переморались. А теперь-то остались. И когда на меня напали по детскому лагерю, они сразу вылезли оттуда. Так, убей его, добивай его. Вот такие вот слова. То есть полная одержимость, как здесь. Винтовку, автомат в руки и пошел убивать хоть кого. То есть он сразу делается сыном дьявола. Лжецом и убийцей. Евангелие Теана 8,44. Это абсолютно всегда. Но который слабый такой, ну, по разным причинам где-то затаился. Ничего нету. И он уже ни собрания, ни занятия. У него ничего нет. Ну, обмерщился фактически. Еще ни одного случая у нас не было, чтобы ушел человек, и он духовно где-то возрос, кого-то там благовествовал. Он спасал ни одного случая. Даже намека на это нету. А почему? Ну, вы сами посмотрите, какое у нас общество. Какие? У нас на весь интернет ездра один только есть. За 2000 лет, наверное. Одно это имя еще значит. Мы не... Как это, который надевает, говорит, человек в футляре, как угодно написано. Мы открыто и говорим об этом. Игнат Тихонович, я вот думал, как вы думаете, стоит ли по всем каналам, каким возможно, вот, может быть, написать, знаете, кому, ну, чтобы дошло там до нашего министерства или еще что-то, чтобы жизнь сохранили вот Сергею Игнатову. То есть, чтобы мы, как бы, обещаем, как бы, что его возьмем там, ну, чтобы его не убивали. Я думаю, если во время, когда он там был, и он поднимет оружие, его убьют, взявший меч от меча погибнет. А когда их, которых взяли, их убивать не будут. Они там их промолотят, как надо, и придет время, может быть, отпустят. Я думаю, не надо пока, потому что мы не знаем, с чем заканчивается у них сожжение. Они скажут, откуда вы взяли, что мы убиваем? Вы кто? Вы враги? Вы на нас клевещите, как сегодня она на меня вышла. Они ваши тут бывают, магазины грабят, женщин насилуют. Ну, то есть, такую бредню несет. Я ее сразу, говорится, провел я черту по ногам и по языку. Нет, да, конечно, не так писать уж, а написать, что вот, если такое-то попадется, ну, да, пока не будем, потому что это может быть опасно, наоборот. Да, да, пока никак. Только пока выискать, где он есть. И тогда можно с ним беседовать, если он согласится слушаться, взять его на поруки. Потому что Сергей Евтушенко говорил, что там идут ДНР-овские, ЛНР-овские войска, а они, как бы, такие жестокие в этом смысле. Ну, что сделаешь? Я думаю, сейчас нам о нем нигде не надо говорить, вылазить, только письмо найти. А уже он не берет, значит, он не берет. Если я молюсь днем, ночью о нем, его молитвы не прошибают, значит, у него панцирь, семь злейших. А вот это, что означает, ратуется, филаретовщина это, а отечество надо защищать. Вот, это все филарет. Вот есть такая басня, я ее выставлял, сочинитель и разбойник, басня Крылова, Ивана Андреевича. Считали? Считал. Ну, вот и все, так и это. Здесь прямо с этим сходится. Они что, сеют там, говорят, где это все прорастает? Вот они там, этот нацизм, что вот язык, он убил, что его никто не считает, а он уже остановиться не мог, он лепил и лепил. А я-то слышал, это подробно объяснял Владимир Вольфович Жириновский. Язык-то это русский, а так как они в пленену были, то полякам, то кем, они отовсюду, все это влияние на них шло, и такой язык составился. Нет такого языка. Он шел не от Вавилонской башни. Его оттуда нету. И вот если вот задаем ему вопрос, и когда появился язык, и кто писал? Гоголь писал на этом языке или нет? Понятно, что нету ничего. Языка не было этого. Это вон на то, что он был в плену, где-то там, говорится, ну и везде вот такое получилось, что слова, которые входили в их лексикон, волпают, а в уху-то остались русские, еще не меняется. Я возьми ему это и скажи. И вот она сильно, видимо, тронул, он прям тут же с этого начал лепить на своем. Мы не знали даже слова Украина, знали хохлы. Ну деревня, откуда нам знать? Да это уже у них национально, это допрыгали со славы Украине. Вот сколько встречается здесь, слава Украине. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то здесь в интернете или в щадрулетке сказал слава России. Ни одного. А это слава Украине. Я говорю, Украина у вас из людей состоит. Какое ваше руководство? Какой руководитель? Все промасоненное, вся зараза, ереси, все идет от вас оттуда. И к вам приезжают, тут все посты захватывают, как в армии. Хоть ефрейтор, но заработает. За одну лычку задавит другого. Это я уже их лично знал, когда. Это в национальное. А у нас-то расхлябанность такая, ему ничего не надо. Нажрался, упал и все. Нас на колени, говорит, не поставишь, а сам в луже лежит. Я никогда не защищаю. Такие мы и есть. Ну, все тогда. Да, все. Спасибо, Иисус. Все с Богом. Смотрите. Я сейчас к истинному православию читаю книгу новым заходом. У меня, то, что я ее читал там год назад, два-три года назад. А сейчас у меня, я, ну, как бы, глубину более познаю. Это вообще, книга вообще нечеловеческая. Так я и говорил. Я вот читаю. Сорок лет собранное. Сколько я... За которое так на... Так, сходу просчитал, там, посмотрел где-то. Он не дошел до этого. У меня все выстроенное там. Десятки, сотни писем архиереям писал. Когда говорится о войне, я в ООН писал. Всем генеральным секретарям партии. То есть, такой книги не было, нет и не будет. Потому что пережить такую жизнь, это невозможно. Власть другая. Там, понимаете, каждое предложение очень глубокое содержит. Его надо разбирать. Да. Его... Эту книгу нельзя прочитать просто быстро. Ее можно только разбирать. У меня интересно, когда... По предложению. В камере-то были наши 112-я камера СИЗО. 18-1 на канатной 81 Барнаул. Ну и вот этот преподаватель второй группы космонавтов, там физик-математик, видимо, был он. По аэродинамике он преподавал им. И вот он считал книги. За день две книги. Там страниц по 350. Я его проверял. Он по диагонали считает. Вот так вот, а страница. Он почти цитирует. И я ему дал 90-й псалом. Говорю, ну-ка попробуйте законспектировать. Он просчитал, полежал на кровати на шконке. Так, дай-ка еще раз просчитаю. Я ему снова даю псалтырь. Он просчитал, лежал, лежал. А потом и говорит, знаете, а ее нельзя законспектировать. Я говорю, а почему? А тут каждое слово связано с последующим, которое по цифре. У него ума даже хватило на это. Совершенно неверующий партийный человек. Вот Бог дает же такой разум. Ну, все тогда. Такую память иметь. Да. То есть, это методикой можно натренировать, получается? Конечно. Конечно. Ну, и вот теперь, которые составляете где, надо людей подготавливать к окрещению. Тоже кого-то поставить на это дело. Где бывает? Сначала рассказать, а то едино крещение в Симоле Вердах. Так его не было крещение. Крещение погружения. Его не было. Единого-то не было. Был обман. Обман-то за деньги, симония. Двойной смертный грех. Людям надо все это рассказывать и дальше подводить к тому. Такую портянку напишут, доказывая то, что не надо крестить. А там крещения-то не было. Да его не было. Я говорю, ты пришел получать деньги, а в это время свет погасили. Ну, тебе дают что-то шуршащее-то. Ну, она говорит, тут смотреть не надо, тут нормально. Он пришел домой, свет включил, а там фантики от леденцов. Ну и что, второй раз будет получать или первый раз? Он не получил, он обманутый. Ну, все, что-то, ладно. Получился у нас разговор хороший. Сейчас там мой ответ просчитаете и как. Ну, а по книге, да, это, вот, говорите. Я сейчас на Виталия опять буду выходить. А вон там, где сказано было, ну, о последнем времени, и он там насчитал, ну, там шепотом считает. Я говорю, пересчитай. Шипишь-то. И сейчас еще одно стихотворение, вчера Можина Екатерина выставила. Я уже и забыл, что такое стихотворение там о трупах. Я говорю, где вы взяли? Она говорит, такое-то вот слово там. И мне все выставило обратно. Я говорю, вы больше меня уже знаете. А она оттуда вытаскивает с сайта, по тематике где есть. Ну, я посмотрел, эпиграфы к этому поставил, и, наверное, попрошу его. Отец твой так и не согласился считать. А у него пошло. Такое политическое, прямо, может быть, как раз и не подошло бы, раз политическое-то. Я и вам скину стихотворение-то сейчас. И бы Кабачев не ушел, Владислав, это хорошо бы было. А он что? Женился, провалился, пропало все. У нас жены скольких порасхитили-то? Да. У меня Владимир Ягудаев-то, который путь праведника, фильм-то-то, он не окончил его, и там показано, как он стоит, обнимается. Я вчера биографию Ильи Яшина считал, который нападает на президента-то. Он вообще безбожник. И он себе только на этом накапливает потенциал. Не будет противник, у него больше еще нет. Он только знает говорить, а сам ничего не создал. Нету. Женился второй раз, там третий, то есть, я посмотрел, у него метр шестьдесят девять, кажется, роста. А везде один, где-то бывает, и среди друзей. Это он, кажется, ну, большой. И так выступает, никого не боится. Рамзана Кадырова он там задирает. Прямо смешно считать. Какой-то глава администрации какого-то там около Москвы, с Косельского. Тращено это время зряшно. Сейчас одна знакомая, давно переписываемся, Татьяна Жарова из Америки. И вот, ну, переезжать или не переезжать. Я знаю ее. Да. Переезжать или не переезжать. В Казахстан. Где-то от Джамбула недалеко они были. А там недалеко от Джамбула то я и сидел. Там отбывал лагерь-то. Ну, я и сейчас написал все. Как есть. У нее дочь живет. Дочь осталась, а муж уехал. Я, говорит, не вернусь. Побыл маленько, уехал. Ну, я вам скину ответ. Вы посмотрите, как. Ее вопрос, и дальше мой ответ. Себя на память возьмете. И вы сразу себе его на крючок возьмете. Ну, отошел я. Спаси Христос за встречу. Благодарю вас, Господь. Благодарю вас. Храни Господь. Сейчас скину все. Считайте так.